приветствую вас друзья меня зовут александр вы на канале есть вопрос и сегодня поговорим не про что иное как про эмоциональный интеллект а точнее про игры которые мы придумали для развития этого самого интеллекта ну чтобы не лить воду попросту я попрошу нашего лучшего методиста подключиться и рассказать почему же мы все-таки занялись этой темой и зачем развивать эмоциональный интеллект который является частью soft skills кто-нибудь на что-нибудь да среагирует или на эмоциональный интеллект или на soft skills погнали ценности эмоции в наше время уже не оспаривается но не так давно родители уделяли больше времени и силы развитию именно интеллектуальных способностей ребенка водили его на кружки различные там например на шахматы на робототехнику на какие-то изучения иностранных языков либо физическому развитию ребенка ну это там какие-то спортивные секции а эмоциональная сфера ребенка была незаслуженно заставлена на задний план сейчас же родители осознали ценность эмоции и эмоционального развития и довольно много появилось и в нашем городе различных развивающих секций по развитию эмоционального интеллекта меня как психолога это конечно радует поскольку уже доказано что эмоциональные навыки они несут гораздо больше для ребенка в плане его успеха успешности какие эмоциональные навыки есть у ребенка это мотивация эмпатия способность понимать осознавать чужие эмоции чувства а соответственно это способность налаживать социальные контакты это уверенность это саморегуляция умение поддержать себя и свое эмоциональное состояние в таком ровном фоне уже из того что я перечислила можно понять что эмоциональный интеллект это занимает большую часть нашей жизни поэтому его развитие конечно же и безусловно она важно и развивать его нужно уже с раннего возраста у детей поскольку но все мы знаем что маленькие дети они находятся можно сказать в плену эмоций то есть ребенок ведет себя импульсивно он не способен контролировать свои какие-то эмоциональные порывы по мере взросления и личностного развития ребенка у него появляется способность к тому чтобы регулировать свои эмоции и соответственно в этот период времени нужно заниматься с ним начинать заниматься с ним развитием национального интеллекта эмоциональный интеллект штука такая она сама по себе не появляется и чтобы во взрослом возрасте не быть тем самым маленьким ребенком который находится в плену собственных эмоций нужно уделять этому достаточно времени и внимания эмоции это не стихийное бедствие и не что-то сверхъестественное это тоже определенный навык которому следует уделять достаточно времени и внимания и тогда ваш ребенок будет успешен уверен в себе и добьется всего чего он сам захочет и так друзья поскольку мы определили что эмоциональный интеллект современном мире имеет большое значение является частью soft skills соответственно над ним надо работать и лучше это делать в младшем возрасте соответственно а нами были разработаны специальные пособия они универсальны они подходят всем категориям до возрастным людей но мы ориентировались на младший возраст для того чтобы опять же педагоги с легкостью могли развивать эти навыки у детей и так первое что хочу показать и с чего мы начали собственно это мечи эмоции выглядят они вот таким образом в наборе 9 штук каждый мяч имеет свою эмоцию очень важно какие материалы мы применили во первых каждый мяч имеет свой цвет цвета мы тоже подбирали специальным образом и материал сделан таким образом чтобы не возникало желание эти мячи кидать а наоборот хотелось релаксировать да вот мять смотреть изучать как одна эмоция отличается от другой чем собственно но мы понимаем что предоставить просто так мечи это мало нужны какие-то игры если мы говорим опять же про детей это только игровая деятельность по-другому ты мне объяснишь ты не завладеешь их вниманием соответственно а мы создали вот такие карты карточки и методические указания где есть полноцветное описание каждой эмоции есть одна важная вещь которую я вам не проговорил это каждая эмоция соответствует эмоджи мы ведь с вами в 21 веке живем и эмоции до смайлики мы отправляем намного чаще нежели выражаем эмоции вживую ну вот такое у нас время соответственно мы должны детям уже закладывать эту информацию как одна эмоция до реализуется вот эмоджи в символе чтобы мы правильно могли интерпретировать ведь работать с эмоциями это очень важно соответственно методические рекомендации все это рассказывают показывают и из чего состоит та или другая эмоции здесь все описано то есть у педагога есть не только игры да а еще и теоретическая часть которую он может использовать далее после того как мы создали мечи эмоций занятия пошли весело непринужденно но нам хотелось сделать что-то больше потому что просто изучить эмоции это мало надо их с ними работать соответственно когда-то приходится вспоминать какие-то ситуации где это эмоции возникало и на это тратилось большое количество времени особенно у взрослой аудитории потому что багаж знаний уже велик до багаж прожитого соответственно мы создали вот такие кубы эмоций соответственно когда ты кидаешь куб а он символизирует на своей стороне то или иное действие которое ты должен повествовать своим будущем рассказе 3 куба эмоцию которую ты испытывал допустим радость дальше куб времени и количество то есть когда ты находился в большом количестве людей допустим на работе или когда-то находился один когда ты испытывал эмоцию радости находясь одним когда мне папа купил мороженое мы быстро сосредоточили а еще мы можем использовать третий куб это собственно конкретизирует уже в какой момент или что с тобой происходило на работе дома победу когда-то испытывал допустим на каких-то соревнованиях на отдыхе когда тебе было страшно давайте вот эмоция страха да и вот так я сделаю когда ты собственно переживал эмоцию страха находясь на отдыхе все кинули кубики быстренько рассказали перешли к следующему человеку и таким образом мы и работаем с этими кубами эмоции это очень важно и очень помогает в практической деятельности педагогов что еще мы сделали чем у нас появился вот такое зеркало эмоции это наша разработка разработка лаборатории игровых технологий которая позволяет с помощью элементов конструктора эмоций собирать те эмоции которые были усвоены на шагах ранее да когда мы с помощью кубов эмоций изучали каждую эмоции и составляющую часть допустим вы мне говорите если ты такой умный и уже знаешь из чего стоит эмоция счастья создая ее на этом зеркале эмоций я как взрослый человек и ребенок собираю использую все эти элементы вот такая эмоция счастья у меня есть но теория она не важна если у тебя нет практики соответственно посмотрев на эту эмоцию мне говорят а теперь изобрази ее на лице соответственно если я не могу вот начинаю кривляться мимически там ей мне тяжело я могу использовать кубы эмоции опять же вспомнить где эмоции счастья у меня была последний раз вернуться туда и собственно у меня на лице так или иначе появится та самая улыбка когда это происходило со мной другой инструмент это зеркало эмоции про что я вам и говорил зеркало эмоции находится на обратной стороне с ним мы можем работать следующим образом взять маркер и с помощью маркера без конструктора эмоций уже нарисовать ту самую эмоцию счастья допустим да или эмоцию удивления широко раскрытые глаза да вот такая эмоция удивления по моему мнению существует да вот так она будет выглядеть вот или другая работа для чего мы зеркало делали потому что когда я начинаю эмоцию проигрывать которую меня попросили мне нужно обязательно посмотреть правильно неправильно я сделал и идти какому-то зеркалу потратит мое время мы здесь про пользу практической деятельности соответственно я хоп зеркало посмотрел да это она есть и я демонстрирую вам свою эмоцию счастья потом могу все по полочкам разложить и рассказать вот такие штуки мы сделали здесь не хватает одного элемента он появится вот здесь это куклы эмоции по одной простой причине они у нас разлетаются к горячие пирожки и на обзор мы их не успели к сожалению сделать ближайшее время они появятся фотография выглядит вот так здесь у нас дети или взрослые опять же одев на руку могут вот с этими куклами проигрывать различные ситуации таким образом мы со своей точки зрения предоставили достаточное количество инструментов любому педагогу или тренеру для того чтобы работать с эмоциональным интеллектом то есть это универсальное решение как для детей так и для взрослых потому что правильно заниматься развитием эмоционального интеллекта самого детства но никто не запрещает его развивать во взрослом возрасте ведь это всего лишь навык итак друзья с вами был александр канал есть вопрос вы по-прежнему можете писать комментарии и задавать различные вопросы можете намекнуть нам на тему которая вам интересна для следующих обзоров или намекнуть на то чтобы вы хотели чтобы мы сделали на своем канале рад был всех видеть забегайте ставьте лайки дизлайки и пока